МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сургуте в двух ДТП погибли два пешехода. В первый учебный день во дворе нашего города сбили ребенка, и в Нефтьюганске женщин обманули на 200 тысяч рублей. Здравствуйте. В эфире программа «Что произошло» в ближайшие несколько минут о самых заметных ЧП в Сургуте и Югре. В студии Дмитрий Круковец. Два человека погибли на дорогах в Сургута в двух ДТП с разницей в 4 часа. Первая авария произошла около половины девятого вечера, 4 сентября. На неосвещенном участке трассы между поселками Лесной и Дорожной 60-летний водитель внедорожника Ниссан сбил 43-летнего мужчину. Он шел по проезжей части в попутном с транспортным потоком направлении. На пешеходе не было одежды со светоотражающими алиментами, которые обязательно при движении вне населенного пункта. По всей видимости, водитель джипа поздно заметил мужчину и сбил его. Удар пришелся в правую часть автомобиля. Пешехода отбросило в лесополосу. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Другое ДТП произошло в половине первого ночи 5 сентября. Напротив торгового раздыхательного центра «Аура» водитель Лады сбил девушку-пешехода. По предварительной информации ГИБДД, она пересекала проезжую часть по переходу на запрещающий сигнал светофора. Удар был очень сильным. Пострадавшего отбросило на несколько десятков метров вперед. Очевидцы вызвали скорую помощь. Врачи и реаниматологи около часа боролись за жизнь. Пострадавшие, однако, травмы, полученные при столкновении с машиной, оказались смертельными. Ведется расследование. В съемочной группе программы «Что произошло» удалось побеседовать с очевидцем ДТП. Он рассказал, что девушка переходила дорогу на мигающий зеленый свет, надеясь успеть добежать до середины проезжей части. А водитель ВАЗ-2114 ехал на высокой скорости. Он пивзаводит, что-то не врезался столб, он с левой стороны, получается, обогнал меня. Я хотел его догнать, сказать, ну, потише ехал. Он опять, получается, подрезает меня, стояла здесь на световоле курзак. И номер не помню. Он обгоняет, она прошла отсюда. Он сбил, все, я подъехал сразу. Ну, хотел первую помощь. Ну, порядок, где-то же позвонили в скорость. Я его даже на воздух видела, когда он не летел. Ну, метров пятьдесят, наверное, если даже не больше. На Тюменском тракте во вторник днем перевернулся «Мерседес». ДТП произошло напротив ТРЦ «Аура». 23-летний водитель немецкой иномарки не пропустил «Тойоту», которая ехала рядом. Произошло столкновение. «Мерседес» от удара перевернулся на крышу и оказался на встречной полосе. Обе машины двигались в одном направлении, со стороны Сургутского района, в город. В ДТП пострадала девушка-пассажир внедорожника. Иномарка сбила ребенка во дворе. Авария произошла в первый учебный день сентября в жилой зоне во дворе дома на улице Первопроходцев, 11-2. По данным ГИБДД, десятилетний мальчик выбежал на проезжую часть перед движущейся машиной. 36-летний водитель на появление пешехода среагировать не успел. К счастью, серьезных повреждений мальчик не получил. У него диагностированы ссадины и ушибы лечения. Он продолжит дома. Аварийность с участием пешеходов, в том числе детей, вызывает наибольшие опасения у ГИБДД. Каждое четвертое происшествие в Сургуте происходит именно с пешеходами. В большинстве ДТП виноваты водители, которые не пропускают их на переходах и в жилых зонах. Госавтоинспекторы активизировали профилактическую работу в этом направлении. Всего с начала года в Сургуте произошло 209 аварий, в которых 14 человек погибли и 267 получили травмы. За аналогичный период 2018-го ДТП было больше, 245. В них пострадали 338 участников движения, 9 человек скончались. 50 на 50 у нас, к сожалению, пешеходы стали слишком уверены, переходя проезжую часть. Они всегда правильно оценивают обстановку. Безусловно, все равно водитель остается основным критерием, который допускает дорожно-транспортное происшествие, управляет источником повышенной опасности. Но, как я уже сказал, пешеход не всегда правильно оценивает эту обстановку. И водитель не всегда, наверное, может принять меры до полной остановки. Две жительницы Нефтьюганской лишились 200 тысяч рублей. Одной из них позвонил якобы представитель банка, который сообщил, что с ее счета пытаются списать деньги. Операцию можно отменить, только заблокировав счет. Но для этого нужны все данные карты, в том числе код на обороте. Женщина передала всю информацию звонившему и потеряла 20 тысяч рублей. Другой жительнице города, звонивший, пообещал выплату компенсации в полмиллиона за неэффективный медицинский товар, который она заказала в интернете несколько месяцев назад. Для получения средств заявительнице необходимо было оплатить комиссию, налоговые сборы и страховые взносы. Позднее злоумышленник просил перевести еще различные суммы за оформление документов и прочие расходы. В общей сложности пенсионерка перечислила на счета злоумышленников порядка 180 тысяч рублей. Вам нужно будет только отправить 40 тысяч, чтобы вам оформили документы. Вот я отправила, потом они еще звонили. Я еще отправляла, чтобы там какие-то, там еще что-то заплатить надо было. И вот так вот получилось, что никаких 500 тысяч я не получила за ущерб, потому что этот крем мне не помог. А в Белоярском районе нашли подозреваемого в краже денег у пенсионера. В полицию обратился 65-летний местный житель. Он рассказал, что с его карты списали 65 тысяч рублей. Стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 40-летний, неработающий, ранее судимый мужчина. Оказалось, два фигуранта, потерпевшие подозреваемые, накануне вместе выпивали. Когда горячительное закончилось, пенсионер попросил собутыльника сходить за добавкой, отдав ему свою карточку. Выпив еще, потерпевший уснул, а предприимчивый друг заботливо снял деньги в ближайшем банкомате, а на следующий день купил себе бытовую технику. Возбуждено уголовное дело. На этом все. Это была программа «Что произошло?». Вступайте в наши группы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Предлагайте и публикуйте свои новости. Я, Дмитрий Круковец, с вами прощаюсь. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова